Лего с королевского сундука, пацаны, вы тоже, я уверен, что хотите выбить Лего, а скоро Новый Год, ребят, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, и вам выпадет обязательно новогоднее Лего, и что же нас тут за Лего ждет, и... Привет, дорогие зрители, ну что ж, сегодня мы прокачаем еще одну эпическую карту на 8 уровень, это Голем, честно, я так давно хотел его сделать 8 уровня и поиграть с ним. Ребят, на прошлом выпуске набралось уже 5000 лайков, я там открывал сундуки фортуны и фармил Голема на 8 уровень, если вам нравятся и интересны такие ролики, то подпишитесь и зацените, и я вам хочу сказать спасибо за 5000 лайков, я просил 10, но 5000 меня вполне устраивает за ночь, просто за одну ночь вы так резко поставили много лайков, честно, я безумно вам благодарен, спасибо вам за это, и, ребят, давайте на этом ролике также соберем 10 тысяч лайков, вы подпишитесь на канал, и вот смотрите, какая у меня картина, вот все у меня эпические карты, которые есть, напишите в комментариях, какую следующую эпическую карту вы бы хотели, вам бы было интересно посмотреть на 8 уровне ее действия, да, как она в действии, ну, я думаю, что в Тиви-Рояле-то можно посмотреть, но все-таки, думаю, от первого лица, от, когда ты играешь в онлайне, они на повторе смотришь, гораздо интереснее, тем более я покажу несколько колодц этой потом картой. Напишите, я думаю, что, ну, к примеру, мое мнение, да, прокачать там какой-то поизон, либо прокачать там, ну, мол, не вряд ли, шарик, либо там принца, можно дракончика, вот, ну, в принципе, вариантов-то, палача можно, арбалет, то есть, ну, я не знаю, пеку, к примеру, в общем, предлагайте. И самый топ комментарий, который залайкают, где я увижу, что большинство зрителей проголосовало за этот коммент, да, к примеру, я выберу, конечно же, эту карту, и мы ее прокачаем, задоначу, мне не жалко, ребят, спасибо вам за лайки, спасибо за все. А, да, кстати, ребят, если вы тоже хотите вот так вот фармить карты, прокачивать их до максимального уровня, но у вас нету денег на крупные донаты в игре, можете перейти на сайт Клэшкинс, во-первых, там можете купить недорого гемы, во-вторых, там продаются аккаунты, тоже недорого в связи с Новым Годом, там продается аккаунт с 11 хогом, ну, и много остальных, и также сейчас там действует много разных акций новогодних, скидок, там сейчас x2 лут, то есть вы можете в два раза больше выбить сундуков разной добычи, также при пополнении 100 рублей вы получаете 50 рублей в подарок. В общем-то, много чего интересного, я ссылочку оставлю в описании, переходите и проводите хорошо время. И давайте, в общем, теперь перейдем к делу. Значит, сегодня я до вас подготовил три колоды, для начала мы прокачаем голема, это тот самый момент, 100 тысяч золота, я, ребятки, готов, ну что ж, прокачиваем голема, вторая эпическая карта на моем аккаунте становится восьмого уровня, ау, еее, отлично, все, голем у меня максимум, смотрите, значит, какие для вас, а, не, стоп, еще магазин, заглянуть, смотрите, у меня тут есть пламенный дракон, естественно, мы его сразу же покупаем, вот, остальное тут я не собираюсь тратить, ну, можно, в принципе, торнадо за 3000, там, золото взять, пеку за 250 гемов, это бред. Теперь у меня аккаунт реально крутой, и пламенный уже скоро будет четвертого уровня, ну, я, в принципе, все лиги покупаю в магазине, ну, вот, с парки была, что-то не захотел покупать, вот, больше хочу шахтера, бандитку и ночную ведьму. Ну, в общем, об этом потом, сегодня у нас выпуск про голема, ребят, итак, первая колода, вторая колода и третья колода с големом, кстати, давайте еще прокачаем темного принца, потому что он у меня шестого уровня, так, стрелы, наверное, не буду прокачивать, вот, потому что они, ну, и так будут убивать миньона, принцессу и всех остальных. Значит, смотрите, ребят, я сейчас сыграю с этой колодой, вот с этой и вот с этой. Насчет проиграю-выграю, честно, ну, вот, мне всегда с новыми колодами может не повезти, там, либо противник подберется скилловый, либо с контр-колодой, либо я что-то сделаю не так, вот, поэтому, опять же, я просто, когда сыграю с этими колодами, сделаю какой-то вывод и скажу свое чисто субъективное мнение. Опять же-таки, ну, это не означает, если я сейчас с этой декой проиграю, она мне не понравится, то не означает, что эта дека не работает. Нет, эти деки я все взял в Тиви Рояль, поэтому они все проверены временем, топом, топами, поэтому деки годные. Поехали в первый поединок с первой колодой, протестим ее, посмотрим, на что она способна, значит, колода без сборщика, с быстрым циклом, думаю, до двойного эликсира не надо спешить ставить голема, но, в целом, ну, честно, я вот конкретно этой колодой меньше всего на нее делаю ставку, что она там тащит, потому что, ну, это не самая популярная дека, хотя Ракета, Торнадо и Ночная Ведьма, ну, встречаются часто, и вот, я думаю, что можно встретить и в Испытании, и в Глобале. Так, засосем Хогана главную вышку или он сдохнет? Нет, он сдох. Вот, но все-таки, тем не менее, хоть она и не самая популярная, но встречаться она может у вас в поединках, вот, ну, она мне не сильно нравится, потому что, я не знаю, я без сборщика не привык играть, вот, ну, и, вот, не знаю, почему, ну, честно, не могу объяснить, вот, не нравится мне эта дека и все. Ну, посмотрим. Возможно, просто нужно привыкнуть к ней. Так, ну, тут противник, конечно, очень-очень изи. Смотрите, ну, у него прокачка слабая, девятая Рарки. То есть, тут проблем не будет. Естественно, что, скорее всего, я тут выиграю, да, ну, из-за того, что прокачка у противника хуже. Но, я даже не горю желанием этой декой много играть, поэтому, ну, выиграю и выиграю. Переходим к следующей колоде и будем тестировать остальные две деки, потому что мне вот интересно с Дыма Принцами, и мне интересна колода, которая, вроде бы, как очень сейчас популярная, с Дровосеком, там, Торнадо, не знаю, хочу ее проверить. Так, Хога мы быстренько уничтожаем и переходим в контратаку. Даже, по сути, мы там уже сможем добить вышку, ну, ракетами, да. Ну, сейчас уже точно можем ракетами, но я думаю, что мы пойдем на трешку, ребят. Ну, прям реально настолько изи, что противник не может меня ни задефать, ничего. Да у него и колода странная. Ну, что это? Принцесса, Ледяной Колдун, Валькирия. То есть, у него нет даже дамагеров. То есть, кто у него там? Гоблины, да? Что еще у него в колоде? Ну, то есть, нету там... А, нет, варвары, варвары у него есть. Ну, зерна, странно очень. Так, я думаю, что выбросим здесь Мегаминьона. Сейчас будет ракета, если будут варвары. Они должны быть. Выбрасываю ракету. Надеюсь, попаду. Так, хорошо. Забрасываем еще гоблинов. И забрасываем маленького дракончика. Ну, все, это, в принципе, должна быть трешка. Блин, принцесса мешает. Принцесса мешает. Давайте ее подтянем сюда. Так, ай, не достает дракончик. Не достает. Но мы выбросим бревно. Не, к сожалению, трешки не будет. Ну, в принципе, не важно. Победу мы одержали. С колодой я с этой сыграл. Но, опять же, я не буду говорить, что затащил я только из-за того, что дека мощная. И я с ней умею играть. Нет, просто, мне кажется, очень слабый был противник. Но это не суть. Переходим к следующей колоде. Итак, 12 уровень нам подбирается. Кстати, я думаю, что на днях я сделаю, ребят, 5200 кубков. Обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. И ждите видос, как я буду апать кубки. Стоп, стоп, стоп. Айпад разряжается. Нужно срочно успеть записать еще поединок. Один после этого. Потому что зарядки у меня рядом нет. Так, ну вот видим. Да, я поставил сборщик. Противник выбросил... Противник выбросил поизон. Поизон сколько? Если я не ошибаюсь, 4 эликсира, да? Вот, и по-моему всего лишь 5... Блин, по-моему я в убыток на один эликсир. Если я не ошибаюсь. Ну да ладно. Так, здесь мегамуха. Здесь мегамуха. Так, тут мы просто зап используем. Так, отлично. И сейчас поставим еще один сборщик. Оу, щет. Ну ладно, ладно, ладно. Тогда используем торнадо, дабы уничтожить мушкетера. Но, блин, по таймингу выпустил он шахтера на самом деле. Вот, если я сейчас поставлю сборщик. Ну, видим, да, он не дает мне просто этого сделать. Так, давайте. Дракончик. Дровосек. Дровосек. Хорошо. Хорошая попытка уничтожить меня ордоминьона. Потому что я, по-моему, слил торнадо из ап. Да. И противник решил этим воспользоваться. Слушайте, ну, у него колода очень жестко контрит мой сборщик. У него есть и шахтер, и у него есть поизон. Да и в целом колода додвинового эликсира с гигантом меня очень сильно контрит. Будет нереально сложно. Но мы попробуем затащить. Так, значит... Тут мегаминьон. Мегаминьон. Хорошо. Так. Отлично. Немного мы потеряли. Так, я думаю, что мы заб выбросим на мушкетера. Отлично. Да, потихоньку урон проходит, безусловно. Ну, а что? Что поделать? Давайте ставим голема. Двойной эликсир. Погнали. Сейчас будем пушить. Так, пошел у нас... Вот это он зря. Вот это он зря, мне кажется. Потому что я сейчас все равно это все уничтожу. А, нет, не зря. Слушайте, нифига себе. Он снес меня сразу. Так, давайте здесь мегамуха. Пошел у нас дровосек. У нас уже есть второй голем. Подтягиваем всех к голему. Быстренько всех уничтожаем. Я надеюсь, мы вышку там снесем. Он сейчас просто может пользу нам накрыть. Давайте выбрасываем еще одного голема. Потому что я что-то не уверен, что я снесу вышку. Я... Вот просто не знаю, если бы... Да, мы сносим вышку. Но если бы я был уверен, что мы ее снесем, я бы уже слева выбросил голема. Но я не стал рисковать. Но тут, в принципе, будет сейчас изи победа. Вот с этой колодой, да, мне по приколу играть. Вот с предыдущей, вот как-то... Ну вот я чувствую себя неуверенно с ней. Вот есть такие колоды, с которыми я как бы... Понимаю, как нужно играть, но не получается. Кстати, зачем он запнул? Он же сам переагрил, тем самым дракончика на орду миньонов. Так, ну и что, осталось 56 секунд. А, нам нечем добивать. Ну, дровосек последнюю тычку сделает. И мы забираем противника на три короны. Блин, круто. Ну, о колоде я скажу в конце видео. Переходим к третьей деке. Итак, последний, третий поединок, ребят. Значит, почему я в этой деке меньше всего уверен? Потому что, вот я когда играл с гигантами двумя принцами, да, колода просто реально взрывала буканы. То есть, противники, ну, реально не могли задефать. Но вот всегда было как-то вот и сложно в то же время. Вот знаете, есть обратная сторона у деки. То есть, мортира меня там контрила, какие-то мелкие, дешевые, быстрые колоды. Честно, это меня раздражало. А таких колод очень много. Ну, а нравится мне эта дека, потому что это реально сильная очень пуш-дека. Потому что сейчас с трема мушкетерами, ну, не очень сильно популярные деки. А вот два принца, ну, приравниваются, наверное, к тому урону, что дамажат те же три мушкетера. Вот. Пока я тут объясняю вам, противник не хочет атаковать. В принципе, нам тоже нет смысла выбрасывать первым какие-то карты. Потому что у нас и сборщика нету в цикле. И, ну, дешевые карты есть, можно бы мега-миньона было слить. Но я не вижу смысла. Я лучше подожду двойного эликсира. И мы, ребят, перейдем в атаку. Значит, сейчас проверим, кстати, Даш, на что же способна эта колода. Я буду, наверное... Ну, понятно, что с одной атаки делать выводы глупо. Но я же говорю, что будет чисто мое субъективное мнение. Но, опять же таки, я буду играть этими колодами на протяжении, там, я не знаю, определенного времени. Я буду подбирать какую-то идеальную колоду. Я покажу вам, возможно, какую-то свою авторскую. Потому что, ребят, голем восьмого уровня у меня теперь будет, ну, номер один, что ли. Я буду теперь искать мету свою. Я думаю, вы бы сделали так же, если бы у вас была какая-то эпическая карта максимального уровня. Да, или, к примеру, легендарка. Вот, неважно, любите вы или нет, вы бы пытались с ней составлять какие-то колоды. Ну, там, к примеру, да, у вас любимая легендарка, мега-рыцарь, а у вас будет, там, скоро, я не знаю, ночная ведьма пятого уровня. Ну, было бы глупо, да, с ней не составлять колоды. Так точно у меня с големом. Поэтому ждите, я сегодня, ну, такой выпуск чисто тест. Так, уже у нас двойной эликсир, поехали, ставим голема. Вот, ну, а следующие выпуски будут более, более смышлены, ой, более уже такими, знаете, с, ну, уже с проверенной временем деки мной чисто. Слушайте, ну, я не знаю, спарки, оу, блин, конечно, вот это, вот это поворот. Так, ну, смотрите, два принца, так, тут у нас яд, хорошо, используем яд. Точнее, ничего хорошего, на самом деле, пока я не вижу, то есть, вообще ничего хорошего. Как так, я не понимаю. Так, давайте тут стрелы выбросим, выбрасываем стрелы, хорошо. Так, теперь что делаем? Я ставлю голема. Блин, спарки, надгроби, да. Так, значит, мы выбросим сейчас принца на мушкетерку. Выбрасываем принца на мушкетерку. А, надеюсь, убьет. Блин, не убил, вот гад. Ладно, здесь у нас миньончики пойдут. Так, гиганта срочно нужно уничтожить, гиганта быстрее, потому что много урона пропускаем. Так, здесь у нас пойдет яд. Здесь идет у нас яд. Хорошая контратака. Жаль, у нас, как назло, нету запа, но сейчас темный принц, он все равно доходит к вышке, плюс яд, и мы ее забираем. Изи, ух ты. Ну, блин, вот, честно, возможно, мне повезло. Возможно, вот как-то с противником так сложилось, да, мне повезло. Ну, мне эта колода вот больше всего нравится, но я в ней больше всего сомневаюсь. Во-первых, тут сборщик, да, есть. Во-вторых, ну, блин, 4-5 эликсира. Ну, не знаю, это чисто мое мнение. В общем, теперь давайте подытожим. Значит, как я расставлю приоритеты, да, в этих колодах. Этой деке, как ни странно, что она на первом месте, да, но этой деке я отдам, ребят, третье место. Я не могу, честно, объяснить, почему. Впервые, да, вот я когда вот всегда знаю какие-то, ну, я не знаю, обратную сторону колоды, минусы этой деки. Вот сейчас я не могу назвать, вот вроде бы смотрю, ну, все есть. Сплэш-юнит, торнадо, да, которая, ну, дефает, я не знаю, 50% карт в игре. Ракета с торнадо тоже очень хорошо заходит. 4 эликсира, относительно недорого. В общем, ну, как бы все есть для жизни, но вот как-то, знаете, чувствую себя не в своей тарелке. Опять же, это мое субъективное мнение. Третье место этой деке отдаю. Второе место отдаю этой колоде. Отдаю этой колоде, опять же-таки, наверное, это не мое мнение, это мнение большинства игроков. Ну, дека реально популярная, встречаю как и у бустеров, так и в Тибирояль. Ну, и сам сыграл, я ничего плохого сказать не могу. Единственное, мне не нравится то, что здесь есть сборщик. В целом, дека реально заслужит второго места. И, ну, блин, я думаю, она вынесет тоже большинство колод. И то, что здесь есть торнадо, ребят, это огромный плюс, потому что против Хога играть в разы, в разы, хотел сказать, сложнее. Точнее, хотел сказать проще, но сказал сложнее. В разы проще. И первое место отдаю этой колоде, опять же-таки, под сомнением, потому что эта дека мне нравится больше всего. Вот больше всего я вот люблю такие пуш-колоды, это моя тема. Но не всегда, не всегда, конечно, они такие прям идеальные. Не знаю, как далеко с ней можно зайти. Просто здесь очень много эпических карт в колоде. И, блин, ну они хотят мне все седьмого уровня, за исключением Голема. Но все равно, вот как-то, мне кажется, нужна фулл прокачка, если ты хочешь идти в топ. В целом, ребят, в целом, все три колоды реально годные. И эти деки топов, давайте откроем Краун Чес по-быстрому. Ребята, с королевского с... Ой, блин, я в шоке. Ребятки, Лего, Лего с сундука. Блин. Бесплатного сундука. Не, ну это не бесплатный сундук. Лего с королевского сундука. Пацаны, вы тоже, я уверен, что хотите выбить Лего? А скоро Новый Год. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И вам выпадет обязательно новогодняя Лего. И что же нас тут за Лего ждет? И это у нас... Ночная ведьма. Спасибо за ночную ведьму. Я ее хочу вот скоро на четвертый уровень прокачать. Блин, с Краун Чес, так королевского сундука. Я уже выпуск завершать собирался. Кайф, просто кайф, пацаны. Вот это выпуск удался. Фух. Ладно, о чем мы? О чем мы говорили? В общем, про колоды. В целом, я же говорю, колоды топовые. Берите, играйте. Ну, также ждите еще выпуски. Это не последний выпуск. У меня уже почти 5 к кубкам, но мне надо сделать 5 200. В общем, подписывайтесь, парни. Желаю вам удачи. Хорошего настроения. Всех с наступающим. Всех поздравляю. Целую. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.